Здравствуйте! В эфире телеканала Губерния 33 обзор важнейших новостей экономики региона. На этот раз не только за минувшую неделю. В студии Илья Архипов. Пожалуй, главную экономическую новость недели, да и целого года, сообщило федеральное издание «Ведомости». Компания «Бакулин Моторс Групп», часть группы «Волгобас», получит от Фонда развития промышленности при Минпромторге полмиллиарда рублей займа под 5% годовых на 7 лет. Деньги пойдут на организацию серийного производства шасси для электробусов. Да непростых. Речь об уже нашумевшем проекте платформы «Матрешка». Стоимость этого проекта 2 миллиарда рублей. Начало серийного выпуска нового шасси намечено на первый квартал 2018 года. «Матрешка» кажется абсолютной фантастикой. Но средства на нее уже выделены. А при чем же здесь наша область? Площадкой для производства электротранспорта будущего станет тот самый завод «Ворше», который уже работает. Для многих это тоже новость. Ее на днях прокомментировал первый вице-губернатор Алексей Конышев, заявивший, что работающие предприятия покажут прессе в наступающем году. Во-первых, там достаточно много сделано. Во-первых, построены тоже новые подстанции, которые сегодня будут обеспечить электроэнергией завод «Волгобаз». И, к слову сказать, дальнейший земельный участок позволяет разместить производство также для более глубокой локализации, производство поставщиков определенных деталей для производства той продукции, которую будет выпускать «Волгобаз». Соответственно, земельные участки в соответствующей категории там также имеются. Они обеспечены сегодня всем необходимыми. Проектная мощность завода – 5000 автобусов в год. В 2017 году здесь планируется выпустить 700, а то и 1000 автобусов. Из них 60% для российского рынка. Каждый второй – газовый, каждый четвертый – электрический. Цитирую владельца группы «Волгобаз» Алексея Бакулина. Запуск серийного производства нового шасси для электробусов – часть большого проекта группы, в рамках которого во Владимире создается производство газомоторных, дизельных и электрических автобусов на новой универсальной платформе. Сейчас идет тестовое производство. Серийное начнется в 2017 году. Еще один проект, инициатором которого выступила губернатор Светлана Орлова, тоже приближается к реализации. Проект «Сухой порт» невозможен без импортозамещения. На минувшей неделе стало известно, что обеспечивать работу рыбного кластера будут отечественные холодильники. Рефрижераторные системы и контейнеры из нашей области придут на смену корейскому и японскому секонд-хенду. И «Сухой порт», и серийный выпуск импортозамещающего оборудования на Балакьевском механическом заводе могут стартовать уже в 2017 году. На сегодня принято решение о разработке нашего российского контейнера рефрижераторного. Он уже фактически разработан, и производство контейнеров будет, скорее всего, у нас, в нашей области, в Коврове. Решена, хоть и не полностью, будет и проблема хранения владимирских овощей. Выращивают их превосходно, а вот с хранением и современной упаковкой – парой швах. Ставровский производитель пластика «Айпласт» летом запустит новое предприятие по изготовлению крупногабаритной полимерной тары. Для отечественных фруктов и овощей. Инвестирует в производство 350 миллионов рублей. В год предполагается отливать из пластика более 18 тысяч изделий, сообщает сайт компании. Кредит на импортозамещение получат и предприятие с пока не громким именем – «Городичинские сыры». Ему год с небольшим. Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства сообщает о выделении заводу кредита. В сумме несколько траншей составит 60 миллионов рублей. Сайт банка уточняет, на что сыроварам заемные средства. На первом этапе реализации проекта завод получит прямое финансирование МСП банка в объеме до 6 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и 4 миллиона рублей на приобретение оборудования по ставке 10,6% годовых. Идея выпускать твердые сыры европейского качества охватила многих производителей после введения контрсанкций. А «Владимирский пармезан» пока не просто редкость. Плавленые сыры этого завода можно встретить на прилавках супермаркетов, а вот что касается применения швейцарской технологии изготовления твердых, ее пока отрабатывают. Проблемой, но решаемой является обеспечение стабильных поставок больших партий молока под проект, но создаст он около 50 рабочих мест. А теперь о долгах, которые уже пора отдавать. Клиенты Владимирской энергосбытовой компании, крупные предприятия коммунального комплекса, увеличили задолженность перед энергетиками на 264 миллиона рублей. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Белозерских. За энергию некоторые не платят годами. Например, коммунальные системы Везняковского района или Муромский водоканал. Зато муниципалитеты заметно улучшили свою платежную дисциплину. Нет претензий и к простым жителям. За редким исключением. Увы, упомянутые долги могут обернуться ростом тарифов. О платежной дисциплине властей, муниципального и государственного уровня говорили и в прокуратуре области. Ведомство проверило соблюдение чиновниками своих обязательств по контрактам с предпринимателями. Денег на все не хватает, уверяют чиновники. Планировали что-то продать, собрать больше налогов и пополнить казну? Да не вышло. В итоге 131 бизнесмен ждут денег за товары и услуги. В сумме это 60 миллионов рублей. 21 провинившийся служащий уже наказан. Главное событие недели, конечно же, Новый год. И сейчас самое время выбирать подарки для себя и близких. Международная компания Deloitte провела исследование потребительских расходов россиян в период рождественских и новогодних праздников. Почти половину, 43% новогоднего бюджета мы тратим на подарки. По данным исследования, в этом году, как и в прошлом, деньги лидируют в качестве наиболее желанного презента. На второе место россияне ставят путешествия. А вот уверенную третью позицию уже не первый год занимают смартфоны. Причем, если в прошлом году получить высокотехнологичный гаджет хотели только 30% всех опрошенных, то в этом году количество желающих найти под елкой такой презент увеличилось до 41%. С чем связан такой интерес и насколько дорого обойдутся высокотехнологичные подарки, мы решили узнать у нашего эксперта, руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке Владимирского отделения компании «Мегафон» Анатолия Назарова. Анатолий, с чем связан такой спрос на технологии? Спрос на технологии связан с тем, что диктует наша жизнь. Людям сегодня нужна мобильность, людям сегодня нужен выход в интернет в любом месте, где они находятся. Исходя из этого, и сформируется спрос. Наши предложения формируются исходя из того, что хочет наш клиент. Выбирая в подарок смартфон на этот год, на какие опции обратить внимание? Ну, прежде всего, нужно обратить внимание на то, чтобы у смартфона была поддержка связи четвертого поколения. Это в 5-7 раз более быстрый интернет, чем в предыдущей версии третьего поколения. Поэтому обратите внимание, прежде всего, на это. Цена не особо значимо отличается. Компании серьезно вкладываются в технологии и несут большие затраты. Но при этом, насколько я понимаю, смартфоны не дорожают. Да, мы увеличили сеть четвертого поколения в этом году во Владимирской области в 5 раз. Но при этом, при всем, если мы сравним с началом года стоимость смартфона с поддержкой четвертого поколения и по состоянию на сейчас, она будет либо равна, либо ниже. При этом, при всем, в Новый год он диктует свои условия. Люди ждут новогодние акции. Компания Мегафон предлагает распродажу новогоднюю. И можно приобрести и смартфоны, и планшеты, и оборудование с поддержкой четвертого поколения, и аксессуары со скидкой до 50%. Ну что ж, с подарком я, похоже, определился. Спасибо. Спасибо. 2016 год подходит к концу. Забота и хлопоты еще впереди, а скоро каждый из нас верит с президентом планы на год грядущий, а заодно и прошедший. Каким он стал для вас? Еще не задумывались? А мы заглянули в наш архив и представляем вам важнейшие события Владимирской области в сфере экономики. Во многом уже ставшие нашей историей. Январь прошел под знаком начала обязательной бизнес-переписи. Бизнес-сообщество попросили рассказать о своей деятельности, доходах, расходах, основном капитале и количестве работников. Такую перепись проводят раз в пять лет. Январь едва не разделил Владимир и северную столицу. По окончании новогодних праздников компания Псковавиа взяла трехмесячный перерыв в авиасообщении. Объясняли его временным снижением турпотока и сложностями работы аэропорта Семязина зимой. Весной, как и обещали, авиарейсы возобновили. В январе же возобновил производство Ковровский металлокомбинат. Его остановили проблемы не экономического характера, а экологического. В прошлом году ковровчане жаловались на предприятие из-за едкого запаха. Жители собрали около двух тысяч подписей с требованием закрыть производство. Проверка показала, линия покраски плохо изолирована, больше тема не поднималась. В феврале перспектив для привлечения крупных инвестиций в коммунальный сектор стало больше. Системам теплоснабжения Коврова и Мурома прописали концессию как вариант спасения. 33% тепловых сетей региона ведь изношены. В этом же месяце завершил модернизацию Владимирский молочный завод, входящий в концерн «Данон». После масштабной реконструкции мощность молокозавода выросла на 20%. Появилось новое отделение по приемке молока, участок для хранения продукции, цех по производству кефира. На преобразование потрачено более 500 тысяч евро. Март отметился событиями куда более яркими, но не всегда позитивными. Бизнесмен Туран Эрдоган объявил о закрытии в Александрове завода бытовой техники «Вестл». Решение он связал с экономическим кризисом в России, но не с ухудшением российско-турецких отношений. Еще в 2014 году на заводе прошли значительные сокращения. С середины прошлого года производство прекратили, завод стал складом. Но и появление нового предприятия не всегда становится поводом для хороших новостей. Именно в марте появились первые подозрения. Под окнами сельских жителей могут построить битумный завод в Юрьевце, причем в 300 метрах от жилых домов. Депутаты горсовета одобрили появление вредного производства. Скандал только начал разгораться, а предприятие в итоге все же построили. Второй весенний месяц стал датой рождения нового завода по производству готовых лекарственных форм «Лэнс Фарм». Он, как и другие предприятия фарм-кластера, расположился в поселке Вольгинский. А в Лакинске в апреле сдали второй завод по производству высокотехнологичных кормовых добавок «Премиксов». Лакинск, таким образом, стал крупнейшим в России центром производства некоторых видов кормов, которые раньше закупались только за рубежом. А вот в Кольчугино начались проблемы с безработицей. На территории Кольчугинского завода цветных металлов создали центр занятости. Руководство Кольчуг-цветмета приняло решение о сокращении 300 сотрудников. Это около 40% персонала предприятия. Главная причина – уменьшение объема выпускаемой продукции из-за резкого падения рыночного спроса. Вопрос потребовал личного вмешательства губернатора. Как и в случае со свинокомплексом в лесном, весной мы узнали, что в прежнем виде он работать уже не будет. Начались сокращения. ЗАО по свиноводству Владимирское дает 25-30% свинины в области. Выяснилось, комплекс ждет модернизация. Процесс займет полтора года. Свинокомплекс был построен в 79-м году и ни разу не обновлялся. Поэтапное сокращение коснется почти 300 человек. Главное экономическое событие мая уже по традиции в конце месяца. Областной экономический форум вновь собрал высоких гостей, признанных экспертов и показал, на что способна Владимирская область. Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Броверман дал положительную оценку и тому, как развивается в бизнес в регионе, и экономическому форуму. А председатель попечительского совета опоры России Сергей Борисов предложил закрепить повестку по поддержке малого бизнеса за Владимиром навсегда. Поддержку фонда Бровермана получили пищевые предприятия Торчино, Городичинские сыры и хлебная база номер 9 Александрова. Некогда закрома Родины. Она теперь тоже решает проблему дефицита отечественных комбикармов. В июне Дмитрий Медведев провел во Владимире рабочее совещание, посвященное инновационному развитию промышленности строительных материалов. Здесь же Медведев поручил провести инвентаризацию крупнейших предприятий на предмет импортозамещения. Например, Газпрома. В итоге в декабре Газпром и местные промышленники собрались на рабочую встречу и решили, чем Владимирская промышленность заменит, скажем, американскую. Тогда же стало известно, что в Муроме появится не имеющий аналогов России центр лазерной обработки на базе Муромского радиозавода. Это и уникальный комплекс роботизированной лазерной сварки и два комплекса лазерного раскроя. 2 июля в Муроме открылся завод по обработке металла компании Ростехнологии. Китайские инвесторы, уже знакомые по Коврову, вложили 2,5 миллиарда рублей и создали 200 рабочих мест. А вот наш ответ Китаю импорту вообще с заявлением о том, что Владимирская компания первой в России будет делать объемные медицинские маски по заказу чешской фирмы. Он прозвучал в июле, а реализован зимой. До того чехи размещали заказ в Китае. Продаваться маски будут в Европе и по России, а Яндекс всеми силами строит новый центр обработки данных в энергетике. Местные власти даже обсуждали возможность применения излишнего тепла от серверов для отопления жилья в энергетике. Аналогичная система работает в финском дата-центре. В августе местных ремесленников признал закон. Депутаты ЗАГС Собрания приняли законопроект об их поддержке. Со следующего года ремесленники станут полноправными участниками бизнеса общества и смогут претендовать на поддержку со стороны власти. Тогда же руководители 10 производственных предприятий области объединились в Союз малых промышленников. По мнению предпринимателей, Союз сделает взаимодействие бизнесменов с чиновниками и депутатами максимально эффективным. А в Камешково попытались закрыть фабрику детской одежды. И в августе стало известно, что вновь перенесли дату ввода в эксплуатацию на Вашинской АЭС до 2030 года. Еще одним фармацевтическим заводом в области стало больше в сентябре. Место даже не называю. А новый завод – это производственный комплекс компании «Эббот» и «Верафарм». Из 50 наименований продукции, которую планируется выпускать, большая часть – противоопухолевые препараты для проведения химиотерапии и сопутствующего лечения у онкобольных. Тогда же был снят вопрос о ликвидации филиала детской одежды и сокращении ее персонала. В октябре родилась смелая идея экспорта грибов из Владимирской области. Идея озвучена на международном форуме «Сочи-2016». Слова о наших грибах исключительно хорошие. Чего не скажешь о молочке. Ее репутацию подпортил ящур. Заболели коровы в одном из хозяйств в деревне Вышманово-Собинского района. Предприятие пришлось ликвидировать, а в области вакцинировали весь скот. Страны и регионы ставили преграды Владимирской молочке. Проблему, видимо, сознательно раздували. А разойтись заразе не дали. А еще в октябре заговорили о создании регионального экспортного центра. 361 предприятие региона на постоянной основе осуществляет внешнеэкономическую деятельность. За последние два года освоены рынки Индии, Китая и Египта. А всего у нас 96 стран-партнеров. Идея – результат конференции технологии выхода на внешний рынок, которая прошла во Владимире. Латон нам друг узнали мы в ноябре. В регионе завершились работы на самых проблемных дорогах, средства на ремонт которых были собраны с помощью системы Платон. Обновили 81 километр дорог на 54 объектах. Причем нам достались 400 миллионов рублей. 200 из них выделили на региональные трассы, еще 200 ушли на Владимир. А вот в декабре регион прославился на всю страну. Необычным гражданским протестом. Боголюбовские верующие выступили против реконструкции бывшего кирпичного завода. Производить здесь предполагалось в том числе презервативы. В России их почти не выпускают. Поле для импортозамещения непаханное. Руководитель компании «Бергус» строящий завод даже публиковал открытое письмо к православным верующим России, в котором извинился перед христианами за оскорбление их чувств. В итоге завод, получивший оглушительную рекламу, запустил новое производство. Пока что там наладили выпуск детских подгузников. Впереди другая медицинская продукция и детские конструкторы. А линия контрацептивов теперь просто не умещается на Боголюбовской площадке. Через два года ее запустят во Владимире. На этом обзор экономических событий года завершен. Я желаю вам успехов в новом году. И до встречи на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова